Всем привет! Меня зовут Люся, вы на канале Люся Высчет и мы хотим продолжать. Мы Ольга Александровна, то бишь я синих котов. Значит, поэтому показываю, с чего я стартую. У нас с вами еще готов не весь бэкстич снизу, но в принципе выглядит хорошо. Нужен ли он там-там-там? Ну и будем переходить на шальмурочки. Главных героев пока что вроде нет. Я за каждый раз думаю об этом, есть все-таки кто-то или нет. Нет, есть лапки, головушек пока няма. Вот, но если бэкстич закончу с нижней частью и тут вот с, господи, платочком разберусь, то тогда пяльцы можно будет переставить поближе к героям. Вот, ну посмотрим. Возможно я все брошу и пойду на главных героев. Сколько можно их ждать, да? Некоторые ждут годами, мои зрители. Ну, разберемся по ходу дела. Пока что просто заявляю, что эта работа у меня будет вышиваться на дворе июль. И несмотря на то, что прям сейчас идет небольшой дождь прям на меня, все-таки хотелось бы летнюю работу продвинуть, а желательно и закончить. Но это уже не так быстро. Закончилось, в принципе, можно идти загорать. Но Гадансик немножко подтопила, поэтому все сейчас смотрят, что у них где, как и зачем. У нас тут, как видите, особо даже луж нет. Могу ли я подойти поближе? Вот. Но некоторые части затопило посерьезнее, некоторые дороги даже закрыли, потому что слишком много воды на единицу времени вылилось. Доброго утречка. Есть у меня подозрение, что эта полка немного перегружена вышивкой. Ну, да, ладно. Наш домик готовый тут. Всякие малыши, которые я вышивала в этом году и немножко в прошлом. И кофеечек, конечно же, утренний. Я еще перед кофе, так что простите меня, если я буду что-то говорить не то. И хотела показать я вам синих котов, потому что я здесь вышла 300 крестиков на платочке. Вот в этой области. Это я, конечно, молодец. Но еще больше я молодец, потому что я взялась за бэк снизу. И я уже вижу свет в конце туннеля. Осталось совсем чуть-чуть. Я буду большая молодец, когда его закончу. Поэтому я жду с большим-большим нетерпением, когда мне это получится. Я думаю, что я сейчас выпью кофе и сразу же за него примусь, а вы держите за меня кулачки. Потому что все остальное в этой работе вышивается намного легче. Но это трава, это жесть. И бэкстич тоже на ней, конечно, суровый. Пока Баська мирно обнимает нашу Коко Шанель, я хотела сказать, что я таки завершила весь бэкстич на траве. Боже мой, какая радость! Я в невероятном восторге и собираюсь в ближайшее время переставить пяльца. Бэкстич здесь, конечно, был непростой. И в какой-то момент я просто себе сказала, ну, на этом, пожалуй, хватит. Возможно, я не все обвела травинки, которые нужно. То есть частично тут и так не обнималась бэком. Но я уже оставлю так, как есть. Больше ничего здесь снизу делать не буду. Я хочу перейти вверх. Я здесь начала, может быть, чуть-чуть совершенно видно. А может и нет? Полукрест в одну ниточку голубой. Но у нас здесь темновато. В этом углу я съемку здесь сделала именно потому, что Бася так сладко спит. Вот. Так что переставляем пяльца, идем вверх. И надеюсь, что в этом видео уже встретим хоть один носик главного героя. В какой-то веке мы с вами приползли на старовку. Но, как вы смело можете заметить, красивые фотографии сами себя не делают. Поэтому будем лазить по кустам с цветами и делать фоточки. Вот. Сегодня планируется старт небольшой. Все покажу вам, обязательно расскажу. Ну, а пока что просто можете насладиться гданьской улочкой. Мы прям уже близко-близко к центру находимся. Так, наверное, выглядит вкус настоящего лета. Булочка есть, ниточки недостающие есть. И даже старт у нас с вами случился. Надеюсь, вышить побольше и показать, рассказать, что уже там происходит. Я думаю, что у вас нет никаких сомнений, что я начала вышивать огнешку. Вы посмотрите, какая рыбонька. У меня сделана вся огнешка. Кроме ножек. Ножки будут делаться отдельно из бисера и бусинок. И длиной бисера. В общем, я вышила саму огнешку. Бэкстич на ней еще не завершен. И вышиваю цветочек. Я, наверное, конечно же, вставлю вам превью, какие две схемочки мне подарила Оксана. Большое спасибо ей и привет, Оксана Тишина. Я думаю, вы видели ее в моих комментариях и не раз. Вот, большое спасибо за подарок. И такая малышка получается шикарная. Выбрала я голубую основу и розовый матовый бисерочек для того, чтобы обрамить эту птичку. Вот, еще бисерочек будет в центре цветочка. У меня огнешка с анимоном сейчас вышивается, если вдруг не очень понятно. Вот. И на саму серединку я пока что на цветочек не выбирала бисер. Только на огнешку. Ну, посмотрите, какая она классная. Тут у меня земляничка, если что. Я вот пришла к вам с таким кадром. Зеленым-зеленым. Потому что земляничка это вообще восторг. Я ее ем потихонечку. Ну, тут, конечно, урожай у меня небольшой. Но я просто рада, что я очень хотела. И я ее посадила, и теперь у меня есть земляника. Попробуем вещать отсюда. Может быть, немножко прикрою камеру, и не будет так слышен ветер. 440 крестиков бисеринок у нас с вами готово. Небольшой результат, но и мы с работы пришли. Так что, в принципе, и так большая Люся молодец. Вышиваю такими розовыми красивыми-красивыми оттенками. Вот сейчас 917-й у меня заправлен. Тут ниточка еще болтается. Красота-лепота, получается. Немножко спешу. Надеюсь, успеть с этим проектом. Ну, посмотрим, как получится. Что у нас там по времени будет. Все решили, естественно, со мной встретиться именно здесь и сейчас, когда я все немножко занято. А вообще, я пришла вот на моржку посмотреть. И сейчас еще подойду поближе, сниму вам косаточек. Косатки продолжают у меня участвовать в ВСП мокрой у Анастасии Милка. Если что, приходите на ее канал или в телегу. Смотрите, что там девочки вышивают. И 200 крестиков по понедельникам. А у меня это полукрестик, значит 400. Я буду продолжать делать. Это небольшое включение о том, что хотелось бы вышивать продолжать орла. Я уже чуть-чуть даже сделала крестиков недавно совершенно. Полукрестиков, конечно же. Но нужно нам закончить и полностью сшить фламингу, то бишь огнешку. И я тут, как видите, два вида бисера пришила. И выбираю, какой лучше. Мне все-таки нравится более темненький. Вот сейчас все перешью. И, конечно же, буду заканчивать. Потому что мне завтра навстречу его хотелось бы подарить. А для этого нужно его вышить. Вот. Время 8 вечера. В принципе, времечка пока хватает. Но еще не вечер, да? Покушать я уже покушала. Ну, мало ли. Может, сложные ноги будут у нее. Не знаю. Так что пожелайте мне удачи. Ну и орлу пожелайте немножко терпения. Но надеюсь в этом видео добить его до 10%. Я пришила бисер. И скажу я вам, что без бэкстича работа смотрится просто офигенно. Боже, как это красиво. Тут у меня бисерочек, который мне не подошел по цветам. Хотя я вот пробовала вместе с вами. А тут у меня остатка Тимил Хилла, который я и пришила. Ну, это просто какой-то фантазийный восторг. Делаю бэкстич и начинаю разбираться с ногами. Это невозможно красиво. Я не могу не снимать, потому что это просто восторг. Я сделала бэкстич. И я думаю, что пока что я думаю, что я такого же еще одного фламингушку вышью для себя. Потому что это очень красиво. Я просто в восторге. Ну, у меня слова закончились. Если что. Ну, сейчас посмотрим, как еще ножки пойдут. Но пока что это чистый кайф. Новый папа леди. Ой, ну, девочки, это что-то с чем-то. Если что, в одном фламинго примерно тысяча крестиков. Ну, и развлечения с ногами. В схеме также есть ножки в крестиках. Если вдруг ноги обычно не получатся, то я вышью крестиковые и пришью их к этой дамочке. Готово! Готова моя малышка. И даже уже оформлена. Фетры пока что еще немножко подсыхают вместе с клеем. И ножки у меня получились не совсем стандартные. Потому что я посмотрела только в конце, что для ножек нужна проволочка. А проволочки у меня нет. Поэтому я просто ниточками сделала, как могла. Так, она у меня будет висеть немножко под скосом. Потому что здесь, как видите, сверху не очень ровная часть. То есть, если повисить за голову, то она будет в одну сторону коситься. А если вот как я за цветочек, то в другую. Так, пожалуйста, машина с музыкой уезжайте, чтобы нас не закрыли с авторскими правами на ютюбе. Вот, очень мне понравилось. Просто такая уже крутышка-малышка. Я не могу. Как я буду с ней завтра расставаться, я не знаю. Но надеюсь, что новой хозяйке она понравится. Вот, я собираюсь приступать к следующей, но уже не прям сейчас. Немножко отдохну от них. Ну и орол, и что не вышит. Но вообще я прям мега довольна результатом. Может, еще завтра где-нибудь вам ее сниму. Посмотрим. Ну, решила сделать сразу кадр на горячую руку. А то потом подаришь, и что, и вы даже не заметите результата и финиша. В какой-то веке мы с вами вышли в свет и приехали в форум. Людей много. Ну, я хотела, честно говоря, вообще мороженку. Но оказалось, что нет вкусов, которые мне нравятся особо. Я решила, ладно. Тогда кофеечек и у меня тут со сгущенкой кусочек тортика. Ну, и синие коты тоже вышли на прогулку, потому что вообще мы скоро собираемся поехать к Оксане. Сегодня еще дела порешаем. И встретимся с вышивальщицей Прескиева. Представляете, вообще я даже не верю, что наконец-то я увижу ее. Это так приятно, это так здорово вообще. Так что набираюсь сил, еще немножко порешаю дела и вперед на встречу. Подробнее про вышивальную встречу я расскажу уже в следующем видео. Пожалуйста, наберитесь терпения. Скажу только, что я ничего не снимала. Сделала буквально пару фотографий быстрых, но расскажу про свои впечатления и очень много подарков. У нас с вами ленивое утреннее включение, потому что я вышила 300 плюс крестиков, вернее полукрестиков. И у меня насобирался уже отчет для СП мокрого. Так что я сделала фотографию и собираюсь отложить эту работу. К сожалению, я посмотрела, что сверху будут горы, и они полностью практически тоже вышиваются полукрестом. В общем, у меня теперь две работы. Это и орел, и касатки, которые в большом количестве полукрестом вышиваются. Ну, что ж, такова жизнь. А еще покажу вам вот таких классных маленьких акул. Так, а ну-ка, сфокусируйся. Не хочет сфокусироваться. Что ж ты такое? О, вот немножко сфокусировалось. В общем, они желатиновые, и им было сложно дотерпеть до этого момента, потому что я хотела их сфотографировать с касатками. Но, как вы понимаете, они достаточно вкусные, поэтому было сложно, но я смогла. Тут у меня, если что, летний стоит значок. Как он называется? Иероглиф. Вот, собираюсь все-таки менять по сезонам, но посмотрим, как пойдет. Вот, касатки молодцы, я тоже молодец, норму я вышила. Смело можно откладывать эту работу до следующего понедельника. Ура-ура! Такие я дошила до 10% свой полукрестик бесконечный. Гору тут хорошо повышивала. И поэтому хочу переставить пяльца и, наконец-то, взяться за крестик, немножко повышивать орла. Рассказывать тут особо нечего, поэтому переставляю пяльца. Вечер понедельника у нас плюс 28, и собирается дождь. А вернее, даже буря. Так что мы ждем. И надеемся, что она не совпадет все-таки с рабочим окончанием дня. А у нас тут новый старт. Интересно, угадаете ли вы, что у меня тут понавышивалось за некоторое время? А, возможно, вот так вам будет полегче угадать. Вот так, мне кажется, вообще прям все понятно. Если нет, то покажу в следующих включениях. Неожиданно для всех, и меня самой, у Мэгги Рукодельницы сегодня четырехлетие с начала старта. Вернее, просто со старта. Какое начало у старта? Неизвестно. В общем, решила в связи с этим показать вам работу. И так как в июле я ее не продвигала, а еще я не знаю, почему я так странно выговариваю слова, но вы потерпите немножко. Я после работы, и сегодня я встала в 6 утра, чтобы вовремя все успеть. Ну, в общем, такие дела. Я решила продвинуть Мэгги Рукодельницу, так как в июле я не продвигала ее. Ну, и у меня план тысячу крестиков в месяц, а план пока что стоит, да, месяц заканчивается. На следующей неделе у меня тоже времени сильно не будет, а еще на следующей неделе уже и месяц заканчивается, да. Куда летят летние месяца, неизвестно. Вот, ну, решила развернуть, показать. Как видите, у меня тут, я думаю, что процентов 60 мы можем не засчитать, может быть, даже 65. Вот, и в этот раз я решила такую стратегию, значит, использовать, найти какой-то интересный для себя участок и начать его вышивать. Потому что в прошлые разы я вот тут вот вышивала, и кроме ножничек особо тут ничего интересного и не было. Тут, конечно, завитушки интересные, симпатичные, но вышивались они сложновато. Поэтому я сейчас посмотрю на схеме, какая часть здесь меня привлечет, и пойду вышивать прям интересное. Как видите, кошка у меня совершенно не представлена, поэтому у всех, у кого представлена эта кошка, я слежу за некоторыми в инстаграме, кто вышивает этот наборчик. Я, конечно, всем завидую, потому что, конечно, кошка здесь прекрасная. Ну, и еще мне машинка Зингер очень сильно нравится. Хотелось бы ее повышивать в ближайшее время. И также из участков я очень сильно постараюсь выбрать для себя крестиковую часть, потому что я вышиваю и косаток, и орла, и там очень много полукреста, а мне здесь конкретно бы хотелось уже до крестика добраться. На пластике у меня есть небольшие работки, параллельно происходят в крестике, ну, и на ткани тоже хотелось бы крестики изобразить. Вот, я не знаю, я тут даже не махаю вам особо в кадре, но я надеюсь, что вас все устраивает, и вы наслаждаетесь крестиками и моей прекрасной работой. Я, кстати говоря, вот тут встречалась с вышивальщицей из Украины, и оказалось, что не все знают, что есть такой сайт Стичсу, на котором можно посмотреть отшивы практически чего угодно. И там есть Маги Рукотельница, если вдруг захотите поинтересоваться, у которой вот здесь в окошке есть и лето, и осень, ну, и зима, естественно, и даже весна представлена. Так что, если кому-то интересно, тоже можете пройти, поинтересоваться, если вдруг кто-то в теме. Я знаю, что мне девочки пишут, что даже если они вышивали когда-то давно Маги Рукотельницу, то с большим удовольствием до сих пор смотрят на продвижение. Я согласна, потому что здесь это просто набор-шедевр, однозначно. Вышивается непросто, но результат будет потрясающий. И, как я шучу, что на оформление уже пора начинать откладывать, потому что денежек будет стоить. Все-таки работа не маленькая. Я заменила 18-й каунт на 16-й, поэтому у меня чуть побольше. Ну, вот по сравнению с моей рукой можете сравнить, да. Когда, кстати говоря, работа уже имеет несколько углов, она кажется сразу так настолько меньше, но в процессе, конечно, это не сильно заметно, потому что крестиков вышивать надо много. Что-то разболталось, пойду запялю эту работу и сделаю пару крестиков. После неудачной попытки в прошлом видео мы пришли покушать рамен в новом месте, так что обязательно вам расскажу, покажу, какой он будет вкусный. Рамен был вкусный, хотя это китайский ресторанчик, поэтому он был больше в китайском стиле, то бишь бульон больше похож на наш европейский. А еще мы пробовали сайгонки, это завернуты в рисовую бумагу, всякие овощи. Тоже было вкусно. Как видите, далматинчик отлично продвигается. Мы вышли с ним на прогулку небольшую, обеденного перерыва. Один глаз уже готов, один глаз должен был быть белым, потому что я вышиваю конкретного далматинца, конкретного человека. А второй мы пока не определили, голубой должен быть или коричневый, поэтому его пока нет. Я вышиваю дальше шорточку. Вообще он хорошо продвигается. Я посмотрела, что здесь чуть больше тысячи крестиков в одной собаке, но не вышиваю по перенабору, вышиваю просто со схемой, потому что она достаточно простая. Угадайте, кто с пылу с жару забрал рамку и оформление своих прекрасных петухов. Ну или кто они там. В общем, довольно работа не натянута. Я попросила просто сделать рамку и стекло. Тут у меня еще одна работа, но я ее пока не оформляла, потому что не знаю, как повесить. А с этим я уже определилась, что она будет в спальне. Так что надо будет снять строительные леса. У меня тут, видите, еще остались немножко. Я, кстати, когда шла оформлять, вообще про это забыла. И натянуть посильнее, и будет у меня готовый шедевр. Очень мне все понравилось, поэтому в следующем, я думаю, Милхилл пойдет в оборот на оформление. 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 В прошлом видео я забыла показать вам сэмплер Hearts for Palm от The Blue Flower, но вот сейчас показываю и еще немножко подрадвинула. В итоге у меня добавились все розовые цветочки сверху, немножко зеленинки к ним, и снизу один вот такой маленький голубенький симпатичный цветочек. Вот, также добавился вот этот вот птичек, покажу вам рукой, потому что видео спонтанное, вот. Вот, и все, остался месяц СП примерно, так что нужно немножко поднажать, снизу будет хорошая такая большая птица, черный лебедь, со своим лебеденком. Вот, ну, надеюсь, это лебедь, не знаю, надо будет проверять. Вот, ну, а пока что рада продвижениям, которые есть, но все-таки надо будет успеть к концу СП все-таки завершить. Не знаю, что у меня со все-таки, видимо, мне только это слово сегодня выдали по бесплатной схеме, да? Вот я его и повторяю бесконечно. Сюжет великолепный, 10-10-10-10. Если бы я знала, что он будет такой классный, я бы его заказала раньше и начала вышивать раньше. Ну, теперь уже как есть. Я его вот сюда в суккуленты свои вставила. Суккуленты у меня сейчас живут в спальне. Вот, а вот тут у нас с вами деревце, про которое я вам говорила. Ну, я все еще не повесила туда все вышивки, которые я хотела на летнюю тематику, так что надо будет этим заняться. Погодка у нас сегодня не очень, поэтому я иду за яйцами на завтрак и уже из дома не планирую. Сегодня выходить будем вышивать. Ну что ж, пора показывать вам свои грандиознейшие, но мятые продвижения. Но это процесс, я думаю, что процесс у вас тоже есть, поэтому вы прекрасно знаете, что они выглядят по-разному. Не всегда они при макияже. Так, наверное, мы подвинем магнитик. У меня здесь был магнитик-орел, но он, к сожалению, отклеился. Вот, и теперь у меня просто лысый магнитик. Так, наверное, начнем издалека. У меня появилась вот такая курица, это петушинка, и ее зовут Коко Шанель. Вы можете мне сказать, что это петух, но нет, я вот родилась в год петуха, и я петушинка, и это тоже петушинка. Так что записывайте в словарь новое слово. Она у меня замечательная, она приехала с фермы. Мы праздновали день рождения подружки моей польской, и там тоже гуляли по ферме достаточно открыто. И там много забав интересных для детей, это все за городом находится. И вот такую петушинку я там словила, и не смогла просто уйти, и мне ее подарили. Вот она такая зеленая и такая пушистая. Она всегда, кстати говоря, в таком раздрае. Но если вы смотрите мои сторис в Инстаграм, у меня примерно такая же прическа. Я расчесываюсь, если вдруг кому-то интересно, но почему-то по жизни я вот такая лохматая немножко. Рок стайл. Вот, красавица моя, Басси с ней уже обнималась вовсю. Я думаю, что кто в телеге на меня подписан, тоже уже видели эти замурчательные фотографии. Так, на превьюшечку, я думаю, вы тоже насмотрелись, поэтому можно поднести поближе вышивку. Итак, у меня готово сейчас, мой бедный орел, как его перекосило, конечно, жизнью и пяльцами. 12,5%. Я собой довольна, потому что крестиков я вышила не очень много, но зато вышивала полукрест снизу. И, значит, я вышивала вот в этой области, вот здесь, и вот этот полукрест весь снизу. И вот здесь продлила оранжевого. У меня совершенно чуть-чуть было, и я решила, что нужно попробовать, как там, что будет вышиваться. И, по-моему, получилось неплохо. Снизу я также заметила полукрест в 5 нитей, долго думала, что с ним делать. А потом думаю, Люся, ну ты же уже сама собой договорилась, что полукрест в 5 нитей мы вышивать не будем. Ой, это мои волосики в трубку лезут. Вот, поэтому я решила, что полукрест в 5 нитей станет полукрестом в 3 нити. Вот, еще, кстати говоря, с удивлением заметила, что вот этот вот светло-серенький цвет у меня уже половина палитры, которая была вложена в набор, закончилась. То есть он вышивается в 4 нити и довольно-таки мощно расходуется. Вот, ну сверху тут гора, тут тоже вот желтенькие листики полегче немножко идут, потому что там в 3 ниточки я беру, по крайней мере. Вот, в общем, красавчик. Как видите, у нас совсем не оформилось крыло. Ну и ладно, я, если могу вышивать полукрест, то стараюсь вышивать полукрест, потому что крестиком я точно смогу все сделать, а вот с полукрестом есть вопросы. Это не самая моя любимая техника, по крайней мере, не в таком количестве. Ну да, ладно. Придвижениями я довольна. Не уверена, что увидите орла на следующей неделе, потому что будет, скорее всего, небольшая поездочка, так что посмотрим. Смотри, я думаю, что такую большую работу с собой брать не стоит, хотя мы едем на машине, ну не знаю, вот. Но пока что продвижения такие 12,5%, как для меня, это прям вау, я большая молодец. Вчера так и не удалось больше, чем один кусочек видео снять, потому что я поела пельмешек и уснула. Так что продолжаем сегодня. На магии рукодельницы я большая молодец, потому что я вышила чуть больше тысячи крестиков и даже сделала одну ниточку бэкстича. Бэкстич я сделала вот в этой области и вот здесь вот шуфлядочку немножко обвела. Тут еще не все закончила, как вы можете заметить. И, по-моему, совсем чуть-чуть я прошлась по лапке, но часть уже была сделана, и я полностью отбэкала вот эту зеленую штуковину. Возможно, это какая-то шкатулочка. Если говорить про крестики, то я зашивала вот здесь вот белую часть. Напомню, что я немножко меняю кошку, чтобы было больше похоже на мою Басю. И вот здесь вот бежевенькие какие-то, вот тут вот линии я закрывала. Я думала, что они будут полукрестом, я их быстро вышлю, но оказалось, что это крест. Ну, в принципе, я крестиками хотела повышевать. И вот здесь вот у меня уже началась машинка Зингер снова. Вот, и я ее повышевала. Вот эта часть, я не уверена, по-моему, тоже появилась, но если вдруг нет, то и нет. Вот, очень интересно смотреть за тем, как старые и новые крестики наконец-то собираются вместе, и работа обретает целостность. Вышивалась, в принципе, неплохо, но я посвятила этой работе 3 или 4 вечера, потому что вышивала ее чисто после работы. Вот, это, конечно, у меня не быстро. По-моему, еще вот эти линии у меня прибавились. В общем, как я обещала, для меня были достаточно интересны вот здесь вот кусочки. Ну, котенька, это же вообще кайф. И рада, что успела закрыть тысячу в июле. Сегодня у нас уже последний день июля. Ну, так что можно далеко не откладывать, да, и сразу начинать за август вышивать. Ну, посмотрим. Вообще, я фотографии в инстаграме недавно выкладывала, как выглядела эта работа год назад и сейчас. Я очень хорошо продвинулась, примерно, мне кажется, вот эта вся часть продвинулась за год. То бишь, ну, продвижение стоящее. Ну, я говорю, что эту работу нужно брать в оборот, иначе она сама почему-то не вышивается. Хм, казалось бы, да. Могла бы, но нет. Ну, и запялила я вкусно по своей эту работу. Ой, а у нас тут солнышко, да? А как мы тут? О, вот так вот вам видно. Сильно не приближаемся, да? В Куснапах тоже мне хорошо вышивалось. Я напомню, что я до этого в Нюрге засунула эту работу. Такие круглые, самозапяливающиеся, мощные. Мне понравилось, но вот и на Куснапах тоже неплохо, в принципе, вышивалось. Так что, возможно, эта работа и останется на Куснапах, чтобы можно было августовскую норму сделать. Поскольку дальше работы будут поменьше, то я приблизила кадр. Итак, это наши косатки от Дименшенс. И в какой-то момент еще до этого лета я разогналась и повышивала косаток. Поэтому теперь у меня очень много вышивки полукрестом. Значит, я вышивала где-то вот в этой области. Точно вышивала в последний раз вот эти вот горы. И вот тут такой серо-зеленый полукрестик и сине-зеленый, что тоже, в принципе, горы. Тут будет вот такая темненькая гора, а вот тут уже пойдут светлые. Но я думаю, что я превью вам вставила, и вы лучше меня видите, где тут что находится. Эта работа вышивается легко, особенно по сравнению с Орлом. То есть в Орле там на 17-м каунте 4 нитки полукрест. Это, конечно, жесть. После этого берешь косаток на 16-м каунте, и работа просто летит. Она сама в руках твоих поет. Так что все познается в сравнении. И косаточки у меня участвуют в СП, поэтому продвигаются достаточно интенсивненько. То есть, казалось бы, 200 крестиков по понедельникам. Но время идет быстро, понедельники тоже быстро пролетают. А косаточки получают свои законные продвижения. Если говорить про бэкстич, то он есть на косатках, но в очень небольшом количестве. И пока что я его не вышивала. Я не знаю, буду ли я вообще его вышивать. Посмотрим, когда уже будет большей частью готова работа. Но пока что я думаю, что буду продолжать. Вот здесь горы. Здесь одна гора есть, и дальше идет другая. Потому что снизу мы уже все вышили. И я думаю, что полностью заполню верх. Тут где-то вот так, наверное, будет вышиваться. А вот эта часть должна заполняться конвой. Как видите, конва у меня нестандартного какого-то оценка. Потому что я ее сама вышивала. Оха. Да, вышивала я тоже сама. Но и красила я ее сама. И я не закрепляла этот цвет. И он немножко повел себя некорректно на солнце. И теперь он такой странный. Кое-где серый, кое-где голубой. Вообще непонятно, что происходит. Но я думаю, что с этой проблемой мы будем разбираться попозже. Когда уже большая часть верха будет готова. Посмотрим, что у нас там на конве вообще происходит. Потому что вы видите, что низ у меня такой светленький. Здесь у нас выглядывает потемнее конва какая-то. Ну, неоднородно прокрасилась. Но это еще полбеды. Как прокрасилась, мне понравилось. Но потом, когда она начала на солнце меняться. Это, конечно, вопросики. Ну, всему свое время. Когда-нибудь мы и с этой проблемой разберемся. А пока что просто продвигаю по чуть-чуть косаточек. Представляю вам грандиознейшее продвижение по синим котам. Что у нас тут произошло? Я вышивала красный платочек дальше. Вышивала вот здесь висерочек полукрестом. Но его не очень видно. Поэтому пока что распяливать не буду. И у нас уже появилась целая голова Мурочки. Которая на самом деле Василия. У нас тут девочка, это белый котик. Ее зовут Мурка. А голубой котик это Василий. Так, мы тут разберемся с этой проблемой или что. Так, все, я вернулась. Значит, и у нас появилась мордочка. И очень сильный магнит. Спасибо большое Оксане за магнит. И подаренный наборчик. Значит, появилась мордочка Василия. И я также сделала бэкстич, потому что иначе он не очень сильно симпатично смотрится. И носик сделала для Мурочки. Но Мурочка у нас пока что не появилась. Почему? Потому что я старалась тоже вышивать вот платочек. И тут еще полукрест будет всякий в небе. И я немножко оставляю Мурочку на сладкое, чтобы было еще к чему вернуться в этом наборчике. Потому что, ну, ветерочек, он, конечно, вышивается легко. Вот тут еще есть такой полукрестик. Еле-еле, но скучновато. Вот, поэтому потихонечку будем заполнять тут остатки платка и Мурочку. Еще здесь по превью есть птички, но они мне не очень нравятся. И те птички, которые я придумала на замену, тоже не очень сюда подходят. Поэтому либо я поищу что-нибудь, либо оставлю просто без птичек. Вот, может, еще бабочек добавлю, что ли. Ну, не знаю. В общем, продвижениями я довольна. Я не знаю, сколько здесь крестиков вышилось. Хотя я вышиваю по программе, просто я не сильно интересуюсь статистикой. Ну, я рада, что так много крестиков новых случилось. Я надеюсь, что все-таки это будет финиш лета. Тут еще есть над бэкстичем надо будет поработать. Потому что тут такие тесемочки, вот такие кисточки будут. Вот у Мурочки на платочке. Вернее, платочечка-то она уже сняла, да? Едет, загорает, как говорится, в чем мать родила. Вот. И что? И на Мурочке еще немножко будет бэкстича. Ну и вот полукрест. Так что надеюсь, что вы тоже будете поддерживать синих котов. И они все-таки завершатся. Есть у меня еще в запасе один наборчик с синими котами. Но он зимний. То есть, в принципе, осенью уже можно начинать и через 5 лет закончить. Вот. Ну, а с этим наборчиком надеюсь, что ненадолго расстаемся. Сильно надеюсь на его все-таки финиш. Большое спасибо вам за то, что посмотрели это видео. За то, что побыли со мной. Я надеюсь, что у вас там все хорошо. Я надеюсь, что у вас не очень жарко. У нас в Гданьске средняя температура по больнице 22 градуса. То есть иногда 18, иногда 25. Жарко особо не бывает. Вот. Купаться у нас пока что запрещено из-за пожара в порту, который был. Ну, а во всем остальном, я думаю, я вам рассказываю так по ходу действия, по ходу видео. Так что желаю вам хорошего настроения и погоды духа. До скорых встреч, дорогие котики. 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 До скорых встреч, дорогие котики.